Добрый вечер! Время новостей на 31 канале. В студии Информбюро Полина Булава. Смотрите сегодня. Большие предприниматели все чаще становятся народными избранниками. Лоббируют ли они интересы своего бизнеса? К чему больше приковано их внимание? И почему все больше запросов остаются нерешенными? Невозможно дышать. Жители одного из поселков в Туркестанской области стали чаще болеть. В чем причина? Почему отходы сливают прямо в реку? Прямо идет там карасу, от него идет до арыс, а арыс стыкает еще, создавит. О каком уроне идет речь? Без заготовок на зиму. Дефицит сахара в стране сказался на запасах на зиму. Многие отказываются варить варенье. Как это может ударить по карману казахстанцев? И есть ли альтернатива? Касым Жамар Тукаев призвал казахстанцев с почтением относиться к роли первого президента в истории Казахстана. Его вклад в построение нашего независимого государства признан всем мировым сообществом, отметил глава государства. Об этом он сказал в своем обращении, посвященном 30-летию казахстанской полиции. Также президент напомнил, что все политические акции должны проходить в соответствии с законом и здравым смыслом. А желание политических активистов создавать свои партии и движения назвал процессом, отражающим зрелость общества. Но при этом напомнил, что профессиональных провокаторов, угрожающих национальным интересам государства, ждет ответственность. Сегодня представители МИД России отреагировали на слова Тукаева, сказанные во время форума в Санкт-Петербурге. Президент Казахстана тогда сказал, что Казахстан придерживается принципа непризнания ДНР и ЛНР, назвав их квази-государственными территориями. Ответа от МИДа России долго ждать не пришлось. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила буквально следующее. Цитирую. Россия уважает точку зрения Казахстана на актуальные международные проблемы, в том числе украинский конфликт, и не собирается оказывать на него давление. По ее словам, Москва продолжит отстаивать национальную повестку, но будет искать точки соприкосновения с Нурсултаном на основе взаимного уважения и выгоды. Эксперты считают, что такое высказывание вполне объяснимо, поскольку это не конкретно против России. Такое непризнание действует в отношении любых сепаратистских образований, которые возникают вопреки международному праву. Возможное признание Казахстана в ЛДНР практически ничего не дает России, но противоречит корневым, самым главным национальным интересам Казахстана. Поэтому требовать Россия этого не может. Среди депутатов разного уровня все больше людей бизнеса. В Казахстане народные избранники по закону не имеют права вести бизнес, поэтому передают его в доверительное управление. Но перестают ли они развивать собственное дело, становясь народными избранниками? Как это влияет на эффективность парламента? Далина Сипова искала ответы на вопросы. Бизнес, даже переданный в доверительное управление, мешает депутатам выполнять прямые обязанности, считает политолог Айдар Амрибаев. Народные избранники не должны растрачивать силы на собственное дело. Раз уж пошел в депутаты, нужно полностью посвящать себя этой деятельности, говорит эксперт. Как правило, избранники, имеющие бизнес, в первую очередь озабочены его процветанием, отмечает он. Помните, когда депутаты даже не присутствовали на заседаниях, бегали по кабинетам исполнительной власти, в кабинете министров, в разных квази-государственных компаниях, решали свои вопросы. Им было не до народных интересов. Заместитель премьер-министра Еролы Тукжанов, в свою очередь, противоречий в этом не видит и считает, что закон в данном случае работает. Ведь прежде чем приступить к обязанностям депутата, бизнесмен проводит необходимые юридические процедуры по передаче бизнеса. Абсолютно в этом ничего не вижу. Есть соответствующее законодательство, по которому все, кто до депутатства имели бизнес, они все должны передавать под управление соответствующих тех людей, доверительное управление. И все, я думаю, это в рамках законодательства. Если есть доказательства того, что депутат продвигает интересы компании ранее ему принадлежавших, гражданам нужно реагировать. Представлять факты в Комитет по депутатской этике, прокуратуру. Обнародовать информацию в СМИ и социальных сетях, говорит руководитель Института прикладных этнополитических исследований Талхат Калиев. Для того, чтобы депутаты, как и чиновники, качественно исполняли свои прямые обязанности, не отвлекаясь на решение проблем частного бизнеса, нужно вести закон о лоббизме, говорит политолог. Чтобы мы действительно могли видеть за каждым интересом, который присутствует там, лоббируется с кем-то в каком-то законопроекте, какая-то норма, чтобы могли видеть действительно того интересанта, чтобы он внес соответствующую оплату. Мы знали, чем мотивирован тот или иной депутат. И это вполне легальная форма заработка. И мы будем знать про каждую партию, чем она зарабатывает. И исходя из этого будем решать, доверять это или не доверять. Эксперты сходятся во мнении, что изменить положение дел может гражданское общество, развивая нетерпимость, коррупции и кумовству. Даля Насипова, Дидар Елеов, информбюро, Нурсултан. Жители одного из поселков Туркестанской области бьют тревогу. Люди утверждают, что из-за канализационных стоков, которые попадают в местную речку, гибнет рыба и скот. Очистные сооружения уже много лет не работают, поэтому все бытовые и производственные отходы из всего района сливают в доверху переполненные котлованы. Наш корреспондент разбиралась в ситуации. Реки Туркестанской области и не только на грани экологической катастрофы, считают жители поселка Карабулак. Дело в том, что уже несколько лет в местную речку Канарбулак стекают жидкие бытовые производственные отходы из переполненных котлованов, которые сливают нечистоты почти со всего района. У нас 10-15 лет уже стекает. Там у нас этот есть родник, прямо на родник стекает. Каждый год увеличивается численность населения и слив увеличивается. И вот наполняется, наполняется, видит, как стекает сверху уже, не только с определенных мест. У большей части населения, а здесь проживает около 60 тысяч человек, отсутствует централизованное водоснабжение. Практически на каждом участке колодец или скважина. Подземные воды, которые используют для водоснабжения, залегают на небольшой глубине. Мы пьем отравленную воду, поэтому часто все болеем. Нас эта вода скоро убьет. Скот погибает. У нас давно исчезла рыба. Усач, занесенная в Красную книгу. Даже лягушки пропали. Очистные сооружения не работают много лет. Пять лет бегаем по Акиматам. Устали. В районном Акимате с возмущением людей согласны. Отходы должны проходить сначала через очистные сооружения, ну а после уже сливаться в котлованы, поля фильтрации, где происходит дачистка воды. Реконструкцию этого сооружения начали еще пять лет назад, рассказывают чиновники. На эти цели из республиканского бюджета было выделено более 790 миллионов тенге. Однако принять обег у подрядчиков района Акимат отказался, как объяснили из-за многочисленных нарушений. Объект не был принят в эксплуатацию в связи с тем, что на данном объекте были выявлены некоторые нарушения, в том числе то, что вместо одного оборудования было костанное другое, и плюс еще были непройдены работы по благоустройству. Данный вопрос рассматривается в суде еще. Когда закончатся судебные тяжбы и начнут работать очистные сооружения, неизвестно. В Акимате Сарамского района пообещали, что на время ограничат выброс нечистот в поля фильтрации. Александра Ким, Виталий Заянтинов, Информбюро, Туркестанская область. Жители одной из многоэтажек Усть-Каменогорска отсудили у казахстанской жилищной компании 308 миллионов тенге на капитальный ремонт дома. А помогли в этом горожанам в департаменте по защите прав потребителей Восточно-Казахстанской области. В городе это называют прецедентом. Такого в стране еще не было. Девятиэтажный ипотечный дом в элитном районе областного центра строился по государственной программе «Нурлыжол». В нем проживают более 160 семей. Заселять жилье начали в 2019-2020 годах. Люди жаловались на качество, отмечали, что застройщик при строительстве экономил на всем, даже использовал бывшие в употреблении материалы. Жильцы не раз устраивали сходы, призывали к ответу местный Акимат, который принял дом в эксплуатацию и казахстанскую жилищную компанию. А застройщик Курчом-Крлс в 2020 году обанкротился. В итоге горожане обратились в департамент по правам потребителей. Госорган привлек общественное объединение по защите прав предпринимателей. Они совместно направили иск в суд. Жалоба была удовлетворена и акционерное общество обязали безвозмездно устранить недостатки, допущенные при строительстве жилого дома. Мы рады, что справедливость восторжествовала. Мы долго добивались, чтобы обратили внимание и провели капитальный ремонт на новостройке. И Усть-Каменогорский городской суд вынес справедливые решения в пользу жителей нашего дома. Жалобы на рынок Алты-Норда продолжают поступать. На этот раз зрители прислали видео, в котором рассказывают о неудобствах для посетителей. Много вопросов вызывает автостанция. Автобусы стоят прямо вдоль дороги. Нет ограждения и с отправкой творится полный хаос, жалуются люди. При этом авторы ролика задаются вопросом о законности автобусного парка. Кроме этого, посетители рынка жалуются за едкий запах близ автовокзала. Особенно с наступлением жары неприятная зловонья только усилилась. Наши корреспонденты выехали на место. На автостанции Алт-Норды действительно насыщенная смесь различных ароматов. С одной стороны от автобусного парка расположен открытый оптовый мясной рынок. С другой – убойный пункт. И все в непосредственной близости. Там продают мясо, все это продают, фарш, продукты вот эти продают. Да, очень такой спертый запах, неприятный немножко ходить, даже как бы выбирать мясо, ну неприятно немножко, да. Я часто прохожу, я здесь недалеко живу, воняет знатно, особенно вечером. Если днем проходишь, обычно можешь не почувствовать запах, то вечером он прям вообще сильный очень. За последнее время к нам в редакцию поступило множество жалоб. О чаянии жителей Алматы и области местной власти в курсе. По их словам, руководство рынка уже приняло к устранению проблем. Нами было наложено 50 штраф по 50 МРП, общей сложности 100 МРП. Данная сумма штрафа оплошен в бюджет, ряд нарушений, которые указаны в справке при проверке, администрация рынка устраняется. Кроме этого, посетители и местные жители пожаловались и на хаос на автостанции. Нет необходимых ограждений, говорят люди. Мы попытались связаться с управлением транспортного контроля и с Акиматом. Нас несколько раз перенаправляли из ведомства в ведомство. В Акимате Иргилийского сельского округа нас заверили, что автовокзал располагается здесь законно. В администрации рынка руководителей не оказалось. Обещанного комментария мы не дождались. Тем временем на рынке уже оградили убойный пункт и поставлены дезинфекционные барьеры для автотранспорта. Вот только когда устранят запах и переведут санитарные нормы, мясные точки неизвестно. Илья Мандроембеков, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы. Продолжаем Информбюро. Из-за проблем с сахаром большинство казахстанцев отказывается готовить варенье на зиму. В некоторых регионах страны, говорят люди, возник дефицит сладкого продукта. Либо его продают по завышенным ценам. Хотя сезон созревания ягод в ряде областей сейчас в самом разгаре. Но дачники и продавцы жалуются, что не могут сбыть продукцию. Как выходит из положения хозяйки и есть ли ягодам другое применение, выясняли наши корреспонденты. В магазинах сахара практически нет. Супермаркеты периодами его привозят ограниченным объемом по цене от 420 до 500 тенге. Но тут же выстраиваются очереди, белый песок быстро заканчивается. В магазинах у дома сахара или нет, или цена доходит до 800-900 тенге, на оптовом рынке 750. В Караганде только начался сезон ягод. Пока собирают клубнику, у некоторых дачников есть жимолость и ирга. Ягоду покупают пока просто поесть. Несмотря на то, что есть сахар, нет сахара, все равно берут хорошо ягоду. И в последнее время, не только в этом году, а вот перед этим, те годы, все время люди в основном берут ягоду не на варенье. Варенье сейчас почти никто не варит, а берут замораживать. Большинство карагандинцев возмущены дефицитом сахара. Одни отказываются от варенья совсем, другие пользуются старыми запасами продукта. Мы купили сахар на оптовке, 25 килограмм 15 тысяч. Все равно будете варить? Ну, конечно, будем варить. Не парюсь, если честно говоря. Будет сахар? Какие проблемы? На юге Казахстана ягоды собирают уже давно. Анастасия, заготавливают ли теперь варенье и джемы у вас? Да, в Шамкенте сейчас в самом разгаре сезон вишни. На городских рынках эту ягоду продают ведрами и коробками. За килограмм придется выложить 300 тенге. Но продавцы говорят, готовы отдать за 250, лишь бы купили. Продажи в этом году небольшие. Во-первых, урожай удался. Горожане собирают ее и в своих дворах. Во-вторых, сахар дорогой. Сахара нет, от этого уже народ не может на зиму это варенье делать. Мало берут. Но цены дешевле, дешевле, дешевле. Даже иногда продаем ведро тысяч тенге, 700 тенге. Есть и клубника, но она идет сразу на стол. Закрывать варенье с этого урожая еще дорого, говорят продавцы. Сейчас она стоит по 2,5-3 тысячи за килограмм и подешевеет только в августе. Но даже если бы цена была ниже покупать ягоды для варенья в таких количествах, как годом ранее, шумкенцы явно не смогли бы. Сахар в мегаполисе стоит от 480 до 800 тенге. Сладкий песок по доступным ценам жители могут приобрести только в ограниченном количестве. Его по социальной цене отпускают по килограмму в одни руки. Но во всем нужно искать пользу, говорят врачи. Самое время отказаться от варенья и перейти к заморозке ягод. Варенье все-таки проходят термические обработки и на фоне этого меняется состав ягод. То есть не сохраняется. При заморозке состав ягод не особо меняется. То есть сохранность всех микроэлементов, питательных веществ, которые нужны организму, они сохраняются. Тем не менее, совсем отказываться от варенья шумкенцы не планируют. Говорят, хотя бы пару банок на зиму, да, закроют. Анастасия Новикова, Людмила Батюшкина, Давран Абдиев, Абзал Турабеков, Информбюро «Шумкент». В 21.10 сразу после проекта Сузденшин и Кирек не пропустите очередную серию мелодрамы «Зенеб». Выполняйте простые задания и увеличивайте шансы выиграть путевку в Турцию. Сегодня во время просмотра сериала на экране вы увидите слова. Необходимо составить из них пословицу на казахском языке. Сфотографируйте любой кадр из сегодняшней серии, где четко виден логотип канала. Выложите фотографию в Инстаграм и добавьте в описание получившееся предложение. Не забудьте отметить официальный аккаунт 31 канала. С приходом жарких дней врачи советуют не расслабляться. Наслаждаясь солнцем, будьте предельно осторожными. Любители позагорать рискуют стать пациентами онкологов. Дерматологи говорят, что особенно осторожными должны быть люди с родимыми пятнами на коже. Выяснилось, что модные загары могут повлечь необратимые последствия. А именно рак кожи. В 2020 году в мире, согласно оценкам, было выявлено более 1,5 миллиона случаев онкологических заболеваний. С модой на загар возросло количество обращений с раком кожи. Агрессивный ультрафиолет опасен, уверяют дерматологи. Солнечные лучи провоцируют появление новых родинок, вызывают их трансформацию. И вполне безобидные новообразования могут превратиться в злокачественную опухоль. В норме родинка имеет четкие правильные границы. Неправильная разноцветность родинки. В норме родинка имеет однородность цвета. Диаметр родинки составляет более 6 миллиметров. Это тоже говорит о опасности. Также очень плохо, когда родинка зудит и кровит. При подозрении на нездоровую родинку можете обратиться к дерматологу в городской кожвенгиспансер, где дерматолог вас осмотрит и после чего уже решит отправить вас к онкологу или нет. Тем временем врачи предостерегают, что солнце или его чрезмерность может стать причиной других заболеваний. К примеру, очень осторожно надо быть тем, у кого артериальная гипертензия. Перепады давления в организме часто случаются именно в жару. О том, что нужно знать в то время, когда синоптики прогнозируют плюс 30, об этом поговорим с врачом-невропатологом Каэрголей Каеевым. Добрый вечер, Каэрголи. Здравствуйте. Скажите, кому лучше воздержаться от прогулок в жаркую погоду? От прогулок в жаркую погоду лучше воздержаться тем, кто страдает с сахарным диабетом, у кого есть атериальная гипертония, у кого были судороги в анализе и тем, у кого есть хронические заболевания. Лицам пожилого возраста также стоит предострелиться от прогулок в жаркую погоду. А какие меры предосторожности нужно соблюдать всем? Ну, во-первых, в жаркую погоду мы теряем не только воду, но и соли. С обильным фотоотделием мы теряем соли. Поэтому желательно пить не только воду, но и желательно тоже пить минеральную воду, которая богата солями. Желательно носить головные уборы с козырьками, чтобы защищаться от солнечных ударов. И желательно обильно пить теплую воду именно в утреннее или вечернее время, когда в организме насыщается в межтаконевом пространстве жидкость. И нужно отказываться также от слабких напитков, таких как Кока-Кола, Спрайт и тому подобное. То есть от таких напитков в жаркую погоду, наоборот, надо отказываться. Спасибо вам. С нами на связи был врач Кайргали Канеев. Наводнение в Афганистане унесло жизни почти 400 человек. Потоп принесли с собой проливные дожди. Разрушены сотни домов и сельхозугодья. Бедствие затронуло в том числе провинции Пактика и Хост, где днем ранее произошло мощное землетрясение. Сегодня там хоронят погибших. Уже найдены тела полутора тысяч человек. Число жертв еще может расти. В зоне бедствия продолжаются поиски погибших и раненых. Из-под завалов на данный момент спасли более тысячи выживших, сообщает местный Минздрав. Работу экстренных служб затрудняют плохие дороги, перебои со связью, нехватка людей и техники. Правительство талибов обратилось к мировому сообществу с просьбой о помощи. Требуется спецтехника, лекарства, продукты и питьевая вода. Первая партия гуманитарной помощи – 10 тонн продовольствия и средств гигиены – прибыла в пострадавшие регионы уже сегодня. Сюрприз из прошлого. Останки жертвенного коня тысячелетней давности нашли под Павлодаром. Место обнаружения костей стал археологический памятник эпохи неолита. Животные принесли в жертву, предположительно, в период раннего тюркского периода. Не ранее первого тысячелетия нашей эры, рассказали археологи. Помимо лошади найдены и другие ценные находки. В южном углу, в юго-восточном углу, вернее, обнаружилось такое скопление костей неолитической керамики, каменных орудий. Такая площадочка расчищена у нас. Ну вот здесь нуклеевидные куски, сколы, скребки, фрагменты керамики. Вот мы видим орудия лежат. Вот крупный фрагмент керамики. Вот. Очень интересный абразив. Раскопки на берегу озера Борлы ведутся уже на протяжении 10 лет. При всей своей уникальности археологический памятник относится к числу аварийных. У найденного животного есть верхняя часть туловища и нижняя челюсть. При этом отсутствует череп и три шейных позвонка. Останки животного находились на глубине 20 сантиметров. Большой археологический интерес представляют и другие находки, среди которых фрагменты посуды и быта кочевников. Прощай, кумир миллионов. Магнитофон, романтик, кожаные куртки, цветные майки и неизменные белые розы. Ушел из жизни любимец эпохи 90-х Юрий Шатунов. Под его песней выросло целое поколение. Розовый вечер и седая ночь у многих ассоциируются не только с первыми свиданиями и дискотеками. Под эти мелодии сменялись эпохи. Шатунов умер сегодня в больнице от сердечной недостаточности. Ему было 48 лет. Юрий Шатунов скончался сегодня в Домодедовской больнице. Его смерть телеканалу «Звезда» подтвердил директор и продюсер-артиста Аркадий Кудряшов. По словам Кудряшова, певец умер от обширного инфаркта. Воспитанник детского дома обрел популярность в конце 80-х после выхода популярного хита «Белые розы». Карьера развивалась стремительно. Шатунов собирал огромные стадионы на протяжении многих лет. Его имя часто сопровождали скандалы, связанные прежде всего с лжегруппами, которые также колесили по стране. Сообщается, что Юрий Шатунов выиграл очередной судебный процесс по правам на песни «Ласкового мая». Стресса и бессонные ночи дали о себе знать. Живите яркой жизнью. Делитесь с близкими интересными историями за чашкой чая. Теплые летние вечера украсит новая линейка чая «Пиала Сторис». Семь насыщенных вкусов для каждого неповторимого события. Кенийский, лесные ягоды, лимон, эрл-грей, кофе, шоколад, черная смородина и цветы жасмина. Не случайные истории в каждой чашке.